А тем временем прием по личным вопросам провел мэр города Дербент Хизри Абакаров. За несколько часов за помощь к нему обратились десятки человек. Жалобы людей в основном касались жилищно-коммунальных услуг, благоустройства дворов и улиц. Какие еще вопросы волновали граждан, узнавала Патима Тханапова. Желающих прийти на личный прием, как всегда, было много. Большинство горожан, прежде чем обратиться к главе города, побывали уже в разных инстанциях. Но помощи чиновников так и не добились. Первым к мэру Дербента обратился пенсионер Гаджибала Мирзакиримов. По его словам, все попытки получить положенные ему по закону льготы оказались напрасными. Утверждает, что из списка федеральных льготников его исключили и пенсии ему так и не начисляются. Хизри Абакаров пообещал заявителю создать комиссию для разбирательства в данном деле, а также передать документы в Следственный комитет. Хочу восстановить наши права. Прокурору и все, ходи. Разве такие люди бывают? Это издевательство над народом. Это собеседство. Давайте мы так сделаем. Сейчас не будем. Мы сейчас заново дадим посмотреть, как выглядит генеральная прокуратура. И посмотрим, какой ответ придет. И бумагу посмотрим. Пойдет такое? Да. Большинство заявок на личном приеме граждан касалось жилищных и земельных вопросов. Например, Энгельс Рамазанов вот уже более 10 лет пытается получить участок земли. Но за его проблему так никто и не взялся. На приеме же он разрешился за несколько минут. Давайте мы так сделаем. Сейчас все равно, если мы будем на Дербентский район земли забирать, мы будем раздавать. Тогда мы включим вас туда. А так, сейчас земли вообще нет в городе. По словам Ездеря Бакарова, в скором времени в Дербенте проведут работу по возврату городской земли из Дербентского района, в результате которой и будут выданы участки очередникам, в том числе и Энгельсу Рамазанову. Отметим, что за день на приеме у мэра были около 60 человек. Кроме того, проблему жителей города рассматривали заместители главы администрации. У них побывало более 30 человек.